Господи Боже наш Как величественное имя Твое по всей земле Слава Твоя простирается превыше небес Милость Вам и мир, дорогие братья и сестры Гости в городе Киеве, в храме на Подоле Мы также приветствуем наших дорогих зрителей Которые оставили всю суету и все заботы недели И присоединились к нашему торжественному субботнему богослужению Как же все-таки приятно принимать приветствия с разных стран и городов нашей красочной планеты И нам передают сегодня такие страны-приветы, как город Мадрид, Испания Наш дорогой Крым, Израиль, Лондон, Англия, Милан, Италия Мы также принимаем приветствия с таких городов Украины, как Кривой Рог, Бердичев, Кременчук, Мариуполь, Буча и другие Передавайте теплые братские приветы с храма на Подоле в городе Киеве Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое Дорогие братья и сестры, дорогие телезрители Приглашаем вас воспеть псалом О Господь Тебе хвалу, вся вселенная поет О Господь Тебе хвалу, вся вселенная поет Прославляю Тебе хвалу, вечную любовь хвалу Аминь, Аминь, Херубин, Сын, Аминь Славим Тебе хвалу, вся вселенная поет Слава, Бог, ибоя, вечную любовь хвалу Ибоя, 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 Кременечные, кременечные, кременечные О Господь Тебе хвалу, вся вселеннаяная поет Слава, Бог, ибо problemas грязlingen Молитва праведного угодно тебе. Помолимся. Иисус Господь, как мы благодарны Тебе, что сейчас мы находимся с Тобой. Спасибо Тебе, Господь, за милость Твою и благодать. Спасибо Тебе за ту милость и мир, который Ты даруешь сегодня в наших сердцах. Благослови сегодня, Господь, это слово, которое будет звучать с этого места. Благослови проповедующего. Благослови всех людей, которые будут совершать это служение. Благослови, Господь, наших телезрителей, чтобы это слово достигало их сердца. Спасибо Тебе, Господь, за все. Мы очень многим Тебе обязаны. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, Бог Единый. Аминь. Благослови. Бог Дух Святой, Господь, Господь, моей Тебе. Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 мое Господь, и Он был мне во спасение. В радости будете черпать воду из источников спасения. Можем сказать аминь? Аминь. Давайте помолимся Господу. Святой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за каждый новый день нашей жизни. Благодарим Тебя особенно за этот благословенный субботний день, когда мы вспоминаем о Тебе, как о нашем Творце, а о себе, как о творении рук Твоих, понимая, что мы до сих пор находимся в руках Твоих, что мы не оставлены. Господи, мы благодарим Тебя также за то, что Ты услышал молитвы детей Твоих. Мы видим те перемены, которые происходят, и очень просим, чтобы они были к лучшему, к добру, к миру, к примирению. Дай, Господь, это смирение в сердца людей. Дай, Господь, чтобы было прощение, чтобы каждый мог посмотреть на друг друга, как на своего брата, как на свою сестру, для того, чтобы снова люди могли ценить жизнь друг друга. Господь, мы также просим Тебя о многочисленных просьбах, которые приходят через контакт Центра Надежды. Это люди, которые верят в то, что по молитве детей Твоих Ты услышишь их нужды. И мы очень просим, Господь, услышь и благослови. Дай утешение тем, которые страдают. Возможно, они лично или их близкие или родные страдают по причине болезней или других духовных переживаний или переживаний, связанных взаимоотношениями в семье, или же в связи с тем, что люди очень тяжело живут, у них нет работы и другие финансовые трудности. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты услышал все эти нужды, потому что это дети Твои, которые взывают Тебе. Господь, мы также благодарим Тебя и за услышанные молитвы, и за те благодарности, которые приходят в контакт Центр, когда люди благодарят Тебя за то, что они увидели руку Твою в своей жизни. Сегодня, Господь, мы хотим особенным образом принести Тебе свои благодарности и молитвы тем, что мы вышли сюда вперед. И прошу Тебя, Господь, услышь этих дорогих братьев и сестер, этих деток, которые вышли сюда вперед. Услышь и прикоснись к их сердцу, помоги, чтобы они могли пережить особенный опыт близости Твоей в своей жизни. Да, Господи, все мы, пришедшие сюда, пережили однажды прикосновение Духа Твоего Святого. И, возможно, это было неоднократно. Но проходит определенный момент, проходят определенные обстоятельства, когда мы, кажется, одни в этом мире. Кажется, один на один мы со своими проблемами остаемся. Но мы просим Тебя, Господь, помоги, чтобы мы сейчас снова пережили этот опыт присутствия в Твоей теплой отцовской согревающей руке. Благослови, Господь, нашу страну. Благослови, Господь, также те страны, о которых мы сегодня упоминали. Мы хотим молиться о них и благодарить Тебя, о тех зрителях, которые также присоединяются к богослужению здесь в храме на Подоле. И просим, чтобы оно стало благословением для их духовной жизни. Во имя Иисуса Христа, молитва наша. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Папа взял его в комнату. Как вы думаете, что он в комнате сделал? А, видите, уже не знаете. Когда добрый, не знает. Так, нет, нет. Да, поговорил, правильно. Он его посадил и говорит, слушай, Петя, ну почему же ты так критикуешь всех? А Петя расплакался и говорит, папа, ты понимаешь, со мной никто не дружит, поэтому я начинаю на всех так критиковать и такие плохие вещи говорить. Он говорит, слушай, давай во всем замечай самое хорошее. Сделал что-то хорошее кто-то. Похвали его. Петя, потом они вместе с папой помолились. И Петя стал прислушиваться к папиному совету. Видишь, кто-то в школе сделал что-то хорошее. И уже все ждут, что Петя начнет их критиковать. А Петя говорит, какой ты молодец. Тебе, наверное, Господь помогает. Сестричка нарисовала картину и показывает брату и боится показать. Сейчас он как начнет что-то такое говорить, говорить. А он говорит, слушай, какая красивая картина. Какая ты молодец. Тебе Господь, наверное, помогает. Сестричка настолько не ожидала, что брат так поменялся, что опять расплакалась, но от радости. И даже поцеловала его в щеку. Что делает с людьми доброе слово? Критик – это тот, который не говорит добрых слов. Давайте всегда говорить людям, какие слова? Добрые. Давайте еще громче. Какие слова будем говорить? Добрые. Да. Но можно потише, да? Хорошо. Давайте мы поднимемся и помолимся. Наш добрый Господь и Бог благодарен Тебе за наших деток. И мы просим, посею в их сердце добрые зерна, чтобы они всегда ценили тот труд, который делают другие люди, хвалили их, ободряли и поддерживали. И пусть будут всегда скромно относиться к себе. Благослови Господь. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Нарисуйте, пожалуйста, эту историю. Львов довготерпелива, Львов лайна. У нас назад любовь не чванится. Не надимается, не башкетуй, не шукает свого, не прорвается до гнів, не задумывается зла. Не тишится, когда кто-то чинить кривду, радует правдой. Все сносит, все верит. Всего надеется, все перетерпит. Любовь никогда не переминает. Будущий реформатор Мартин Лютер еще не был реформатором, а был просто студентом юридического факультета в университете, возвращался на каникулы домой. Проходя по полю, его застала буря, гром и молнии. Набожный Лютер очень испугался, что Бог его сейчас покарает. И поэтому, упав на колени, стал молить святую Анну. Он стал просить ее, «Святая Анна, спаси меня! И если ты меня спасешь, я обещаю тебе, я даю обет, я посвящу свою жизнь тебе». Чудо совершилось. Лютер не погиб. Вернулся домой. И когда пришел домой, сообщил своему отцу, что все, он больше не будет юристом, он будет монахом. Это, конечно, расстроило отца. Но у меня возникает вопрос, почему Лютер так боялся Бога? Он даже не молился к Иисусу, а обращался к святой женщине, которой черпал утешение и поддержку. Когда мы обратим внимание на жизнь людей того времени и посмотрим на гравюры, картины, вы видите, что многие художники воспринимали Иисуса и изображали Иисуса как сурового и карающего. В судный день Иисус в руках держит меч, грешники стоят перед Ним и трепещут в ужасе. Поэтому, когда Лютер услышал гром, увидел молнии, он представил, что вот Иисус страшный в этот момент совершает свой суд над Ним и стал искать помощь и у защиты, и у того, кто был добр. Это была в его понимании святая Анна. Вы знаете, что многие в то время обращались также к Деве Марии святой, потому что воспринимали ее как заступницу и ходательницу, которая может в любой момент прийти на помощь и защитить их перед страшным и суровым Господом. А вы не задумывались в своем сердце, какой Бог и как понимание Бога влияет на ваше сердце? Наверное, вам приходилось сталкиваться с людьми, которые говорят, вы знаете, я не могу читать Ветхий Завет, потому что там Бог... Вы слышали, как говорят, какой Бог? Там Бог жестокий, там Бог карающий. Мне больше по сердцу нравится... Какой Завет? Новый они говорят, потому что, когда я читаю Новый Завет, там Бог какой? Любящий, добрый. А вы не замечаете, что у нас получается некий парадокс? У нас два Бога. Есть добрый и есть злой. Но Священное Писание нам говорит, что есть единый Бог и не может быть раздвоения. Евангелие открывает нам истинную картину о нашем Господе. Кстати, я хотел обратить внимание на Ветхий Завет. Если вы читаете Ветхий Завет, вы обратили внимание, что никогда ни один из библейских героев в Ветхом Завете не сказал, что Бог является жестоким. Я вообще не слышал эту фразу. Она придет в наше время. Но в Ветхом Завете, а еще понимая, в каком окружении жили люди того времени, и они-то действительно видели по-настоящему, что значит быть жестоким Богом. Когда видели поклонников языческих богов, которые детей бросали в огонь, перерезали им горло и приносили в жертву сыновей и дочерей, на фоне того, что творили эти боги, ни у одного верующего человека в Ветхом Завете не повернулся язык сказать, что Бог Ветхого Завета – Бог жестокий. Псалом 102. Многие знают этот Псалом на память. Давид, желая снять обвинение о Боге, в его жестокости, провозглашает удивительные истины. Псалом 102 мы с вами прочитаем с 8 стиха. Главное, щедр и милостив Господь, долготерпелив и какой? И много милостив, не до конца гневается. Где жестокость? Где эта жестокость? До конца наказать, пролить кровь? Не до конца, даже не жесток, а каков он? И до конца гневается. Желает наказать, но не всегда это делает до крайней точки. Не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам. То есть он мог бы и имел полное право наказать воистину по нашим грехам. Но замечаете, как говорит о Господе? Не по беззакониям нашим нам воздает. И не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, как велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Уникально? Те, кто в Ветхом Завете провозглашают Бога как милостивого, доброго, да справедливого, да наказывающего, но не до конца. Наверное, мы упускаем из виду, когда говорим о Боге и слышим обвинение в Его адрес, что Он жесток, упускаем того, кто направляет наши мысли в эту сторону. Люди часто, когда говорят, что Бог жесток, забывают говорить о сатане. Вы знаете, что сатана и дьявол, как переводятся эти слова? Противники, как клеветник. То есть его главная цель опорочить Бога. И это он начал еще на небесах, когда представил предангелами, что Бог несправедлив, что закон Его ограничивает нас. А постепенно он бросит тезис, что Бог жесток. Часто дьявол творит ужасные вещи, сталкивает народы, наслаждается кровью людей. И уйдя в тень, все обвинения получает Бог. Почему Бог смотрел? Почему Бог допустил? И никто никогда не скажет фразу. Это же дьявол. Никто. Вы замечали? Всегда все обвинения идут в сторону Господа. Но когда мы открываем Священное Писание, Послание Якова, первую главу, и мы с вами читаем 13 стих, Библия опять же ставит нам утверждение о нашем Боге. В искушении, 13 стих, никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог, вы прочитали? И подчеркните эту мысль, Бог не искушается злом, и Сам никого не толкает во зло. Все обвинения, что Бог начинает войну, толкает людей на убийство, наслаждается смертью, болезнями, страданиями людей, обман лукавого. Он это делает. Посмотрите ниже, мы с вами видим в этом отрывке еще интересные слова. Не обманывайтесь, братья! Не ведитесь на обман сатаны! Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит, вы заметили откуда? Свыше! От Отца Светов, у Которого нет изменения и нет тенни перемен. А здесь мы видим важный момент. Бог Ветхого Завета и Нового такой же, одинаковый. В нем нет тенни перемен. Как Ветхий Завет провозглашает, что Бог милосердный и справедлив, и в Новом Завете тот же самый Бог, а не два разных. Когда читаешь Библию, для себя сделаешь важный вывод. Бог честный. Я бы на месте Бога многое, что в Библии переписал, чтобы, возможно, выглядеть в лучшем свете. Действительно, когда мы читаем историю его народа и многих библейских героев, они своим неправильным поведением, ошибочным, а иногда греховным или преступным, бросают большую тень на Бога. И я бы на месте Бога многое, что бы переписал бы. Но Бог честный и говорит нам всю правду. Смотрите, пожалуйста, вот люди такие, как вы, иногда верны мне, иногда не верны. И когда они не верны, то если вы судите по этой неверности обо мне, то как же о вас судят, когда видят в вас состояние неверности мне? Библия – это не жития святых, это жития грешных, но которые находятся всегда в поисках милосердного, справедливого и доброго Господа. Знаете, когда я смотрю на Ветхий Завет, я хочу еще для себя сделать один вывод. Бог, он не только честный, милосердный, но Бог – это еще Отец. А Отец – это тот, который воспитывает. В книге «Евреям» 12 глава, давайте мы прочитаем 6 по 7 стих. «Ибо Господь кого любит… Ой, как бы мы хотели бы, чтобы не было второй фразы. Как нам приятно слышать только слова «Он любит», «Он гладит нас по голове». Но Господь кого любит, того скажите, что Он еще делает. Нам неприятно это слово, наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Кажется, наверное, он жесток. А смотрите, ниже Павел нам пишет, «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец». Здесь воспринимается наказание не в негативном свете, а в каком? В позитивном. Воспитании. Да, Бог не делает зла, а мы делаем много ошибок, увлекаясь своей похотью, своими желаниями, непослушанием. Часто мы впадаем в руки дьявола, который подталкивает нас к некому беззаконию. Но Бог, как любящий Отец, не убивает нас, а допускает пройти эти все сложности, чтобы мы, научившись, увидев контраст жизни без Бога, могли вернуться к любящему Отцу. Представьте ситуацию, вы пришли в гости на день рождения к знакомым, все хорошо, но дочка хозяев себя ведет как-то не очень хорошо. Она очень возбуждена, за столом себя ведет вызывающе, и вы видите, как мама за столом говорит, дочь, та не реагирует. Папа говорит, дочь, она не реагирует, она все больше заводится, она в кураже, все-таки, наверное, это ее праздник. И тут папа встает из-за стола, видя, что дочь выходит уже за рамки своего эмоционального состояния, берет ее за руку и уводит в комнату и говорит, ты наказана, ты не слушала меня и маму, мы же говорили с тобой раньше, поэтому оставшийся вечер ты проведешь в комнате и не будешь есть сладкого. Как со стороны гости воспримет эту историю? Ой, да не будьте же так жестоки к своему ребенку, да, но все-таки это его праздник, ну, но мы же не знаем предыстории, а родители ведь видел, что происходило. Возможно, родители и раньше говорили с дочерью, поставили определенные условия, замечания и сказали, если перейдешь грань, ты будешь наказанным. Вероятно, так и с нами. Бог много нас терпит, много допускает в нашей жизни. Наступает момент, когда Отец наказывает, и мы воспринимаем это наказание, должны воспринимать это с любовью, понимая, что наш Господь нас учит. Еще бы я воспринял Бога как хирурга. Вы знаете, несколько лет тому назад мне предстояла операция. Я посмотрел, хирург, который будет делать мне операцию, ну, в принципе, очень добрый человек. Он так улыбался, мило. Он сказал, что все хорошо будет, не волнуйтесь. Но стоило бы лечь мне на каталку, и когда меня отвезли в хирургическую комнату, все меня покрыло ужасом и страхом. Я думал, что я умру. Я молился, Господи, спаси меня и дай мудрости этому врачу. Сказать, что после операции мне было радостно, это ничего не сказать. Все болело. Ужас. Я в месяц не мог нормально ходить. Я мог бы проклинать этого врача, который такое со мной сделал. Но позже я говорю ему сейчас огромное спасибо. Когда боль ушла, проблема ушла. И сейчас, когда ты смотришь на хирурга, ты говоришь, спасибо тебе большое. Так часто и в нашей жизни мы, когда попадаем в тяжелые обстоятельства, готовы винить Бога за все. Но позже, когда боль уляжется, и мы можем оглянуться и увидеть, а Бог был прав. Спасибо Ему за все. Давайте откроем книгу пророка Осии. Шестая глава, и мы прочитаем с вами первый стих. Ужидите стих о Боге-хирурге. Шестая глава, и первый стих. «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня». А вы заметили, когда они будут искать? Когда больно. Когда не было больно, им Бог был не нужен. «В скорби они будут искать Меня с раннего утра и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил». Что сделал? Вы там обратили внимание? «И исцелил». Как красиво. «И исцелил». Исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. разница между Господним наказанием или Божьим наставлением в том, что Он, допустив боль в нашем сердце, обязательно перевяжет и исцелит. Да, будет болеть. Да, пройдет какое-то время. Но потом мы Ему скажем спасибо. Дьявол же наслаждается нашей болью. Поэтому постоянно нам говорит о том, что нам плохо, что Бог нас оставил, что ты никому не нужен. И Он наслаждается нашими мучениями, нашими муками, пока мы не умрем. Знаете, есть очень хороший текст. Когда мы не можем понять Бога и, читая Ветхий Завет, представляем Его ужасным. Помните, римлянам 8, 28, любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует во благо. Есть такая народная мудрость хорошая. Время лечит. Вы знаете, во времена Второй мировой войны, когда нацистская Германия бомбила Британию, то был издан указ о том, чтобы из Лондона всех детей эвакуировать. Скажите, маленькая девочка, которой 5 лет, мама ведет ее на вокзал, вешает такую бирочку с ее данными, с именем, где она живет, и просит, пожалуйста, побеспокойтесь о моем ребенке. Скажите, этой маленькой девочке можно сейчас объяснить, что ей нужно уехать, потому что бомбят Лондон, и она может погибнуть. Ты объясняй, она ничего не понимает. Когда мама на перроне садит ее в поезд, девочка плачет, и, возможно, в истерике, и уезжая, она ревет на взрыв, и где-то внутри, возможно, подумает, какая мама жестокая, она, наверное, меня не любит. Пройдет долгих 3-4 года, где они будут жить на ферме, и, наверное, у девочки будет эта обида. Почему меня мама бросила? Мама меня бросила. И, вернувшись назад, наверное, она будет обнимать маму, но внутри останется это ощущение ну несправедливо. Ну скажите, время ведь лечит. Когда ребенок вырастет, повзрослеет, и, оглядываясь на прошлое, что он скажет маме? Спасибо, мама. Да, больно было. Мы страдали. Но спасибо, мама. То же самое можем сказать и о Господе. Мы не все можем объяснить. К сожалению, не все. Почему внезапно заболел ребенок и умер? И наше сердце будет звать Бога, и мы будем кричать «Господи, почему?» Через какое-то время, возможно, кому-то придет ответ. И с ответом придет в мир в сердце. А кому-то ответ не придет. Но если я знаю, что Бог добрый и милосерден, я не ожесточусь. Я скажу «Да будет воля Твоя». Помните, как Иов сказал, когда страдал, «Неужели только от Бога будем принимать доброе? Примем и плохое. Да будет имя Бога благословенное». И не согрешил в этом, не проклял Господа, потому что знал в глубине внутри. Бог в своей сути милосерд и добр. И если я не понимаю, почему у меня происходит это, я не отойду от Него, потому что знаю, Он не жесток, Он добр, Он милосерден. Откуда мы черпаем свои знания о Господе? Мы читаем, черпаем эти знания из природы, когда смотрим, вот скоро будет весна, расцветут цветы, зелень будет, но сердце верующих людей будет ликовать и говорить «Слава Господу!» Мы узнаем о нашем Боге, каков Он из Божьего Слова, когда Его читаем. А еще многое люди узнают о Боге от людей. Помните, о Елисее было сказано «Это человек Божий». Люди узнают о Боге от нас. Какие мы? Какого Бога мы представляем? Новый Завет подхватывает эти идеи и говорит «Вы сыны света, вы дети Божии, вы письмо Христово, вы благоухание на жизнь». Это все мы. Мы представляем Бога. Каков Он? И если в моем сознании Бог жесток, как ни крути, но я его буду таким представлять. Читал историю об одном дьяконе, который имел пять детей. Он приходил в церковь, был очень набожным, ревнителем, порядкой, дисциплиной в церкви. Все считали его глубоко духовным человеком. Но спустя годы открылось, что он был жестоким тираном и просто доводил своих детей до иступления, наказывая их. Какого Бога увидели эти дети? Однажды мне муж одной сестры сказал, «Я сварливая такая женщина была». Он говорит, «Я не пришел к Богу только через жену». Ты ему объясняешь, что Бог любящий, добрый, но проецирует Бога через человека. Никуда от этого не денемся. Насколько мне приятно было слышать, когда я слышал историю о том, как рассказывают дети, а я узнал Бога, Его любовь и доброту от мамы и от отца. Скажите, ведь это ценно, ведь дети видят Бога в нас. Представьте на секундочку, абстрагируйтесь, посмотрите со стороны на ваши отношения в семье и представьте, какого Бога видят ваши дети. Одна девушка рассказывала, я узнала Господа через бабушку. Родители были неверующими, не знали Господа, а бабушка была святая, добрая очень, любящая. Вы можете представить, бабушкина жизнь показала Бога и привлекла эту девушку, привлекла к нашему Спасителю. Во времена Иисуса была та же самая проблема. Люди, которые облекались в ризы духовности, очень часто Бога представляли совершенно ином свете. Мы читаем о фарисеях и книжниках, что они молились на перекрестках, на улицах, на площадях. Но помните, когда Иисус скажет знаменитую свою проповедь в 23 главе, скажет, горе вам, книжники и фарисеи. Слово горе в Ветхом Завете это знак проклятия. Пророки всегда так говорили. И помните, он говорит, что отцеживаете комара, а готовы поглотить вдов и сирот. Отдаете десятину от мят и от тьмина, а забыли о самом важном. Помните? Вы Бога другого представляете? Забыли о суде справедливом, о милосердии, который есть у Господа, о вере. Удивительно, что у меня в голове, то часто выходит наружу. И таким Богом могут видеть другие люди. Уникальность Нового Завета в том, что Он не открыл нам нового Бога, но Иисус снял шоры, которые закрывали истинного Господа. Весь тот налет, который дьявол представил в Боге через своих лже-последователей, так скажем, Иисус сбросил и открыл нам чудесного Господа. Помните удивительные слова, которые скажет Филипп, 14 глава Евангелия Таана, 8 стих. Господи, покажи нам Отца и довольна. Внутренняя потребность увидеть настоящего Бога, Его любовь, Его принятие, даже справедливость Его. Покажи нам Отца. И вы помните, как Иисус отвечает на это чаяние, это желание человека. Видевший Меня видел Отца. Если вы по какой-то причине не можете понять, почему это случилось с вами, возможно, дьявол вам нашептывает, что ваша беда, ваши проблемы, потому что Бог тебя не любит, откройте Евангелие, посмотрите, какой Иисус, посмотрите, как Он себя ведет с грешниками, как Он себя ведет с отверженными людьми, с людьми брошенными, ненужными. И вы увидите, что Бог по-настоящему воистину добр и открыт для каждого из нас. И Иисус открыл нам Бога. Евангелие от Анны, 1 глава, мы читаем 18 стих. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре очем, что сделал? Его явил. Вы хотите увидеть Бога. Читайте Евангелие, смотрите на Иисуса. Не смотрите на людей. Люди также ошибаются и делают ошибки, но взирая на людей, не делайте самую большую ошибку, не судите о них, о Боге. Судите о Боге, взирая на Христа. Иисус провозгласил, я свет миру, я свет миру. Иисус провозгласил, я путь истина и жизнь. Хотите познать Бога? Познавайте Иисуса. Характер Бога многогранный. Я бы в конце проповеди хотел сделать акцент всего на двух гранях его удивительного характера. Для меня большое откровение, читая Евангелие от Луки, что Бог, помимо того, что Он милосерден, добр, справедлив, Бог это то существо, которое радуется, любит радость. В Евангелии от Луки вы читаете три истории. Потерянная овца, потерянная драхма и блудный сыл. В этих трех историях мы видим Бога в образе пастуха, женщины и отца. Когда возвращается потерянная для Бога, как себя ведет Господь? радуется и говорит другим разделите со мной эту радость. Удивительный Бог. Это не Бог, покрытый черными тканями, где у него скорбное лицо, и он находится в вечном состоянии страдания. Это Бог радости. А самая большая радость, когда он видит грешника, который кается и идет навстречу ему. Еще одну грань, которую я бы хотел открыть, это Бог, который плачет. Евангелие Атеана в 11 главе. Я вижу историю, когда Иисус стоит у гроба Лазаря. И там евангелист специально прописывает одну строчку. И Иисус, стоя у гроба, прослезился, видевший Иисуса, понимает, что Бог плачет. Бог плачет, когда видит смерть. Он не допускал этой смерти. Он не хотел ее. Это выбор человека. Но Он скорбит с нами, когда мы теряем родных и близких. Он неравнодушен, потому что знает, что такое смерть, когда Сын Его умер. И знаете, когда вам плохо, Он плачет вместе с вами. Но еще есть один удивительный отрывок Евангелия от Луки, 19-й главе. Мы видим момент, когда Иисус стоит перед Иерусалимом. 41-го стиха. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, о, если бы и ты хотя бы всей твой день узнал, что значит служить к миру твоему, но это сокрыто отныне от глаз твоих. Я вижу здесь Иисуса, который плачет о тех, которые так и остались вне Бога. Бог плачет о тех, кто отверг его, кто попал в обман сатаны, что Бог жесток и к нему идти не надо. Он плачет, потому что понимает, они не смогут воскреснуть, он не сможет никогда их обнять, прижать к своей отцовской груди и сказать любимый, любимая, возлюбленная. Наверное, для нас живых очень важно понимать, что Бог желает радоваться о нашем спасении и радоваться, чтобы мы были с Ним и щеки Господа всем сердцем и всей душой. Он добрый, Он милостивый. Я хотел в конце рассказать историю обращения Клайва Льюиса, выдающийся богослов XX века, автор многих интересных книг, духовных книг, которые, ну, многие, наверное, вы читали книгу «Письма Баламута» или «Хроники Нарнии» и многие-многие другие книги. Его считают выдающимся богословом XX века, но он таким не был верующим. Родился в 1898 году. Первые 10 лет биографы пишут о нем прошли счастливо, а потом все поменялось. Наверное, то, что случилось, отразится на его вере в Бога. Уже будучи юношей, он перестает верить в Господа. Он говорит, я больше атеист, чем гностик. А что же случилось? В 10 лет в счастливую семью приходит горе, умирает мама. А он, будучи маленьким ребенком, имея детскую веру, просил Бога, чтобы Бог спас маму. Но этого так и не случилось. смерть мамы положила вот это начало ухода от Господа. Отец. Биографы пишут, он был очень суров и очень мало проявлял заботу и любовь. Буквально сразу он сына отослал учиться в школу, в интернат, и контактов с отцом не было. Что еще получил Льюис? Он узнал, что Бог жесток забирает маму. он узнал от отца, что Бог суров и не проявляет любовь. А когда в последние годы Первой мировой войны он попал на фронт, он увидел боль и страдания и для себя решил, Бога нет, раз есть такое, что он видел. Удивительно, спустя годы в своей книге «Настигнут радостью» он пишет, как его нашел Господь. И вот ночь за ночью я сижу у себя в колледже Магдалины. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно неотвратимо приближается тот встречи с кем я так хотел избежать. Только я пытался не думать, как только я чувствовал, что он приближается ко мне. И все же того, чего я так страшился, наконец совершилось. В троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог. Опустился на колени и произнес молитву. Тогда я еще не понимал того, что теперь столь явно сияет передо мною. Я не видел, как смиренен Господь. Когда он обратился и дух коснулся сердца, он увидел, какой другой Бог, не жестокий, а как Бог долго за ним ходит. Тогда я еще не понимал этого. Как смиренен Господь, который приемлет новообращенного даже в таких условиях, которые противятся Ему. Блудный сын хотя бы сам вернулся домой, но как воздать мне той любви, которая отворяет двери даже тому, кого пришлось тащить силой. Я ведь брыкался, я отбивался, он говорит, я оглядывался, я не хотел, куда мне удрать, я думал. Слова принудить войти сколько раз извращали дурные люди, что нам противно даже их слышать, но если понять их верно, за ними откроются глубины Божьей любви и милости, суровость его добреет, чем наша мягкость, и принуждая нас, или побуждая нас, он дарует нам свободу. Когда я смиряюсь пред Богом, стою на колени, говорю Боже, я не понимаю, почему моя жизнь это случилось, Дух Божий открывает другого Бога, нежестокого, смиренного, который также стоит на коленях со мной, и плачет вместе со мной, и обнимает меня, и готов вместе со мной пройти все незгоды и трудности. Посмотрите на свою жизнь, какой Бог, посмотрите в зеркало на себя, какого Бога мы показываем людям. Посмотрите в свое сердце, какого Бога вы себе нарисовали, и если этот образ не соответствует Евангелию, откройте Евангелие и найдите Иисуса, который готов принять каждого, кто ищет Его. Придите, он говорит, труждающиеся, обремененные, отягощенные проблемами, болью, я только успокою, он говорит, придите. Давайте мы помолимся. Благодарим Тебя, Господь, что Ты нам открыл Иисуса, что в Нем мы видим Тебя, великого и любящего и милосердного Господа. Мы благодарны Тебе, что Ты плачешь с нами, когда нам плохо. Ты платишь, когда мы уходим от Тебя, и Твоя боль и скорбь касается нашего сердца. И мы возвращаемся к Тебе, Господь. Какая же великая радость вернуться к Тебе и разделить Твою небесную радость, Господи. Я прошу, благослови каждого, кто сейчас молится с нами. У каждого есть трудности и переживания, но пусть эти переживания не закроют Тебя, Господи. Откроют Твою любовь и красоту. Благослови, пожалуйста. Поддержи в тяжелые минуты, утешь своей любовью, и пусть осознание, что Ты милосерден, войдет глубоко в наше сердце. Благодарим Тебя за услышанную молитву. Аминь. Присаживайтесь. Субтитры 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 Субтитры